Всем привет! Меня зовут Дарья Тарасенко, и сегодня я пришла в проект «Хорошая кухня» и немножко попристаю к шеф-повару этого места Роману. Сегодня Роман расскажет и покажет, как летом, но, конечно, холодным сибирским летом, но все-таки летом, приготовить освежающие напитки, которые будут не только вкусными, но еще и полезными, которые можно будет сделать и в домашних условиях, потом взять с собой, целый день найти машинки в красивой картошной бутылке и, в общем, наслаждаться вкусным лимонадом. Ну, напитком, давайте так будем называть. Напитком. Итак, что делаем? Ну, сейчас, во-первых, сразу хочу сакцентировать момент на том, что какой-то прям уникальный рецепт я вам не дам. Я дам технику приготовления. Добавить можно всего, чего угодно, вот все, что видите у себя в холодильнике, может кинуть в воду, но она настоится. Единственный момент принципиальный – это, если у вас есть ночь на приготовлении лимонады, то лучше кинуть это крупными кусками, чтобы она спокойненько там настоялась именно на крупных кусках. Если нужно прям быстро-быстро-быстро-быстро, то это нужно немножко все пожулькать, порезать и так далее. Для этого у нас сегодня терочка. Да, терочка, да. Ну, терочка для цедры. В общем, вот, первый лот имбирь режь вот такими колесиками. Окей. Вот, я пока займусь петрушкой. По поводу петрушки. Очень полезная, очень классная штука, очень хороший вкус дает свежий. Мы с вами листики найдем, куда еще использовать. А в наш лимонад листики можно добавить, ну, если вам нужна красивая подача, есть, кстати, еды какая-то, тогда можно добавить листики. А так вот вообще я для себя, когда готовлю этот напиток, я добавляю только стебельки. Потому что я бульоны варю достаточно редко, а стебельки выбрасывать жалко. Поэтому возьмем пару стеблечков. А я где-то слышала, что стебельки вообще нельзя в еду употреблять и вроде как отсламывайте их и убирайте. Да? Почему? Не правда это было? Не обманули? Ну, я в них ничего плохого не вижу. Вот. И стебельки чуть-чуть поломали. Стебельки почему не кушают обычно? Потому что они жесткие. И жесткость блюда придает. Так-то вполне себе нормально едят. Вот. Листики мы оставим на какое-нибудь другое блюдо. Стебельки у нас есть. Красивая бутылка. Куда мы все это дело закидываем. Накидываем имбирь. Я пока порежу сельдерей. Если мы сельдерей с вами будем кушать, то нужно его почистить. Еще тоже экономочка. Это делается вот так аккуратно. Вот эти срезаются волокна. Мы его с вами есть особо не будем. У нас для напитка. Много не надо. Сельдерей достаточно мощная штука. И свой тонус дает хорошо. Поэтому много не нужно. Так. Самый главный свежий друг нашего лета это огурец. Если он с грядки сизвает, то вообще просто песня будет. Его режем. Ну, вот в данном случае режем достаточно мелко. Просто потому что у нас горло с к бутылки маленькая. Если у вас банка, то можно прям еще крупнее порезать. Я думаю, что мы порежем его. Порежем его. Такие вот. Полуокурца больше не надо. Вот. Для пикантности вкуса добавим чуть-чуть розмаринчика. Розмарин очень мощная специя. Очень мощные у него масла. Поэтому особо с ним усердствовать не надо. Вот такой маленькой беточки. Особенно если вы будете настаивать ночь. Вообще за глаза. Если быстро-быстро приготовить, то тоже его ножом. Чуть-чуть пожулькали. Оп, кинули. Огурец тоже, да? Да, да. Если неправда, значит пополам режем. Вот. Ну и цитрусовые. Что нам даст небольшие кислинки. Лимона. Если быстро нужно, то тоже режем помельче. Сок выдавливать не надо. Он сам выделится при мелком нарезании. Особенно если у вас тупой нож. Если острый нож, то сока лимона будет поменьше. Если нож тупой, то побольше. Нарезаем лимон. То есть лимон нужно резать тупым ножом? Если мы хотим, чтобы он много сока дал. Хотя на самом деле обычно этот сок будет на доске, а не у нас в напитке. И для разнообразия лайм. Вот просто потому, что он не оказался. На самом деле дома у меня обычно его не бывает. Не такой уж популярный продукт в наших широтах. Ну кто-то в чай любит. Ну да. В общем, сегодня оказалось, что в холодильнике тоже добавим. С ним красивенько будет. Вот. Лайм. Как вы знаете, много очень роликов, где лайм сначала раскатывают, чтобы из него выжать сок. Мы так делать не будем. Мы просто кинем пару веточек. А чтобы усилить присутствие лайма, натрем немножко цедры. Берем терочку маленькую. Ну, в смысле, терочка обязательно должна быть маленькая. Мелкую насадку. И аккуратно вот так вот натрем. Очень важно, что нам нужна только зеленая часть. Не белая. Чуть-чуть. Много не надо. Но все-таки, ну, основное это водичка. Мешки. Оп. Цедра лайма. Также можно добавлять цедру лимона. Только, повторюсь, очень важный момент. Не снимаем белую часть. Только ароматную, зеленую или желтую. Если вы берете, приходите в магазин, обращайте внимание на то, какой вы лимон берете. Берите первый попавшийся. Если вам нужен лимон для цедры, берите такой пупырчатый лимон, у которого толстая цедра, собственно говоря. Потому что вот с такого гладкого лимона цедру, ну, там вообще КПД 0. И цедры очень мало. Лайфхак. Вот. Думайте головой. Главный лайфхак. Думайте, прежде чем делать. Ну и все, собственно, это дело. Мы сейчас заливаем водой. Сахара не добавляем. Ни в коем случае. Если любите покислее, может немножко выжать сока. Но, честно, настоиться будет хорошо. Вот и все. Воду я принесу. Так, одной известной марки, да, у нас? Как я замаскировал, да? Да, отлично. Какая-то вода. Какая-то вода, да. Главное, пробку не полить сейчас. А, еще такой совет. Летом, да, вообще в любое время года, слишком много минералки пить не надо. То есть больше одной бутылки полу-литровой где-нибудь выпивать не стоит. Да, нарушается кислотно-щелочной баланс сильно. То есть мы очень много потеем летом, и, в общем, чего-то там недовыпотевает или наоборот перевыпотевает. В общем, а минералки этого много. Ну, в общем, чего-то в организме слишком много, я не помню ничего. Тебя лучше останавливать, даже если вот такой вкуснятий не наделать. Ну, нет, мы сейчас еще нажимаем немножко минералки, а потом это дело можно спокойно доразбавить простой водой. Или, если мы говорим про жаркое-жаркое-жаркое лето, просто накидать до талого льда. И все, и радоваться жизни пить. А тут принципиально, что именно минералка? То есть пузырить, что-то делать? Это просто для вкуса. И не знаю, как у кого, у меня просто минералка, она дополнительный освежающий эффект на меня оказывает. То есть я, условно говоря, напиваюсь пол-литрами воды или 300 граммами минералки. Для меня выгоднее. Ну, сейчас водой доливать не буду, из кулера. В общем, наверху водой, крышкой закрываем, и пускай немножко постоит, собственно, все берем с собой. Ну, бутылка стеклянная, это не очень удобно собой трасхать, но вообще такую вполне себе. Тут литр. Это мы сейчас с вами сделали на литр примерно такое количество. Немножко всех овощей. То есть не нужно делать так, чтобы у вас было овощей столько же, сколько воды. Но это будет перебор. То есть нам достаточно половины огурца. Да, да, да. Вода должна оставаться водой, в конце концов. То есть все-таки напиток, а не овощной суп холодный. Вот. Вот такая история с напитком. Так, пол огурца, четверть лимона, четверть лайма, две, два кубика сельдерей. О, забыл, 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 забыл. Сейчас же у нас славное лето, да, и у нас есть славный куст. Это не мята, это мелиса. Я правильно понимаю, да? Наверное. Да, это мелиса. Ее мы резать не будем, наверное, полам. Давайте, пока у нас настаивается водичка, хочу вам рассказать один очень важный момент, касательно нарезания зелени. Ну, возьмем, вот, например, как раз-таки наши оставшиеся листья петрушки. Если мы с вами хотим ее нарезать мелко-мелко, очень важно иметь относительно острый нож, то есть он не должен там шелковые палатки разрубать на весу, но, тем не менее, помидорку должен резать под своим весом спокойно, это раз. Это вот вообще критерия стопа ножа, это раз. Второе. Ни в коем случае нельзя петрушку просто рубить бездумно. Нужно ее обязательно резать. То есть таким образом, когда я ее режу, у меня, получается, остаются все соки в петрушке, а не на доске. А если я начну ее вот так вот мять тупым ножом, то у меня все из нее выжмется. Ни о какой свежести уже и не придется говорить. Вот это скорость. Вот. А по поводу петрушки, тоже такой продукт, достаточно сложный в работе. Почему? Потому что если мы его сейчас, ну, не тщательно нарежем, останутся какие-то крупные кусочки, и потом мы их, ну, добавим, какая-то освежающую нотку в какое-то блюдо, свежее, она может неприятных на зубах трещать, ну, не трещать, а так сказать, хрустеть, что ли, не знаю. Ну, в общем, неприятное ощущение на зубах вызывать. Поэтому либо мы петрушку термически обрабатываем, чтобы она размякла, либо нарезаем, ну, прям в пыль, прям вот в труху. А что делать тем, кто не умеет так круто, как вырезать? Приходить в кулинарную школу и учиться. На самом деле, нарезка не самая сложная. Все, нарежу. Мне кажется, даже мой блендер, по-моему, так не делает. Ну, это был комплимент, спасибо. Отлично. Будем пробовать лимонад? Будем пробовать лимонад. То есть, ну, сейчас мы здесь вот, когда будем слепить его сразу, мы не почувствуем огурца, мы особо не почувствуем имбиря. Им нужно немножко подольше постоять. Но лимон, петрушка и мелисса сразу должны чувствоваться. То есть, это не тот случай, когда прямо-прямо перед выходом мы чего-то там... Ну, если хотите, чтобы огурец сразу был в деле, помельче его трем и все. Можно вообще как бы там, если фанатеете по огурцу, очень любить огуречный вкус, натереть его на терке, выжать огуречную воду, добавить в воду, выпить ее, а огуречный жмых смешать со сметаной, это будет еще где-то мне соус в салат. Это модно сейчас. Да, ну, это и фут. С дебельками лучше, конечно, какой-нибудь фильтр иметь, но тем не менее. Ну все, мы продолжим настаивать лимонад, чтобы попробовать его все-таки во всей красе. Вот, но, Роман, вам спасибо за... На здоровье. За короткий мастер-класс. Мы еще вернемся. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok